Из ролика о файловых системах мы с вами узнали такое понятие как инода, где хранится всякая информация о файлах. С помощью утилита stat мы можем увидеть часть этой информации и сейчас нас интересует четвертая строка, где указаны стандартные Unix права на этот файл. Доступ пользователей к файлам можно разделить на три категории. Либо пользователь является владельцем этого файла и для него есть обозначение u, user. Либо пользователь относится к группе, для которой выделены какие-то права на этот файл, обозначение для них g, групп. Либо он относится к остальным. Все остальные пользователи, которые не подходят под первую и вторую категорию. Для них обозначение u, others. Есть конечно еще root, но он может делать все что угодно. Что касается самих прав, то они делятся на три типа. Право для чтения файла, обозначается как r, read. Право на изменение файла, обозначается как w, write. И право на запуск файла, обозначается как x, execute. Право на запуск обычно относится к запускаемым файлам из скрипта. Теперь, указывая для владельца, группы и остальных права на файл, мы получаем значение rvx, rvx, rvx. Первая тройка rvx это для владельца, вторая для группы, третья для остальных. Такое обозначение говорит, что мы разрешаем и владельцу, и группе и остальным читать файл, изменять его и запускать. Если же мы хотим владельцу разрешить все, группе разрешить только читать и запускать, а остальным ничего, то вместо букв дефисы. Кроме stat можно еще использовать ls-l или его алиаз ll, где в первом столбике также отображаются права на файлы, в третьем отображается владелец, а в четвертом группа. Теперь, как это все поменять? Начнем с владельца. Чтобы поменять владельца, нужна команда chown, changeOwner. Но даже если мы владелец этого файла, без прав суперпользователя мы это сделать не можем. Потому что если какой-то пользователь создаст файл, а потом укажет, что владельцем файла является другой пользователь, то он может подставить другого пользователя или, допустим, использовать выделенное для второго пользователя место в своих целях, если каждому пользователю выделено сколько-то места на диске. Поэтому, чтобы поменять владельца, нужно также указывать sudo. Если мы хотим это сделать для всех файлов в директории и во всех поддиректориях, вы уже знаете, нам для этого нужно сделать это рекурсивно. Группу также можно поменять с помощью chown. Или разом и владельца, и группу. А вообще, чтобы поменять группу, есть отдельная команда. Как видите, чтобы поменять группу, не нужны права круто, если, конечно, вы владелец файла. Теперь касательно самих прав. Для этого используется команда chmode. Допустим, если вы хотите владельцу разрешить читать файл и изменять его, пишем chmode u плюс rw файл. Хотите группе запретить изменять файл, пишем chmode g минус w файл. Хотим всем разрешать запускать файл, пишем chmode плюс x файл. Группе и остальным запретить читать файл, chmode g o минус r файл. То есть плюс добавляет, минус убавляет, там есть еще равно, чтобы выставить определенные права. Допустим, chmode u g o равно r. Тогда останутся только права на чтение. Chmode тоже работает рекурсивно с ключом r. В целом по буквам понятно, и это не сложный способ, но он больше про изменения. Кому-то что-то добавить, у кого-то что-то отнять. И если права отличаются, вам придется 2-3 команды вводить, чтобы выставить нужные права. Поэтому для удобства легче использовать цифровой способ. У каждого права есть своя цифра. У read это 4, у write это 2, у execute это 1. И используя сумму этих чисел можно задать права одним разом. Допустим, rvx это 4, плюс 2, плюс 1. rvx 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 это 7, 7, 7. rvx rx это 7, 5, 0. rvx rvr это 7, 5, 4. Ну и так и пишем. Chmode 7, 5, 0. File 6. Если же говорить о директориях, вспомните, что директория это как лист, в котором указаны имена файлов и их эноды, то есть жесткие ссылки. Read позволяет видеть только имена файлов, список файлов и директории. Write позволяет изменять ее содержимое, добавлять, переименовывать или удалять файлы. Если вы помните, на самом деле это даже не файлы, а жесткие ссылки. Это как добавлять какие-то записи в лист или стирать их. При этом неважно, есть ли у вас права на сами эти файлы или нет. Как вы видите, несмотря на то, что write позволяет изменять содержимое директории, это не работает без execute. А execute позволяет заходить в эту директорию с помощью cd и выполнять операции с содержимой директории. То есть без execute write бесполезен. При этом без execute вы не сможете работать с файлами внутри этой директории, даже если у вас есть права на них. Обратите внимание на ошибку, которая говорит, что данный путь недоступен. Как я сказал, права write и execute позволяют изменять содержимое директории. Допустим, удалять файлы, даже если у нас нет прав на эти файлы. Допустим, создадим общую директорию для группы пользователей. Пусть у нее будет владелец root, а группа группа 1, в которую входят user и user4. И выставим права на эту директорию, чтобы у root и группы были все права, а у остальных никаких. Значит, пользователь root, user и user4 могут создавать тут файлы. Как видите, тут три файла, и write права у меня есть только на файл юзера, а другие я изменять не могу. При этом я могу запросто удалить чужие файлы, потому что у группы групп 1 есть права write на эту директорию. Вы, возможно, подумали, это же как-то неправильно, нехорошо. Кто-то может случайно или специально удалить чужие файлы. Поэтому есть специальный атрибут, дополнительное право, называемое stickybeat, которое защищает файлы внутри директории. Поставить его можно, используя буквенное обозначение, либо используя цифровое обозначение. У stickybeat цифра 1, и она ставится перед правами. Если вы вдруг забыли, точка это текущая директория, то есть директория shared. После того, как вы поставили stickybeat на директорию, у нее появится буква t после прав. А также ls покажет эту директорию по-другому. Так вот, теперь вернем файл пользователя user4 и попытаемся удалить еще раз. Как видите, теперь у меня недостаточно прав. Но, как владелец, я могу удалять свои файлы. А владелец директории, не важно, root он или нет, может удалять все файлы. В системе есть директория tmp. Различные программы в процессе работы могут создавать здесь временные файлы. И чтобы другие процессы не удалили эти файлы, здесь стоит stickybeat. Есть еще пара специальных атрибутов – setuit и setgit. Вкратце, они позволяют запускать файл от имени владельца и группы соответственно. Прекрасный пример – программа passvd. Как видите, вместо x у владельца стоит s. Это означает, что здесь есть атрибут sethuit, плюс ls ярким красным выделяет этот файл. Мы знаем, что passvd меняет пароль пользователя. Пользователь запускает программу passvd, вводит пароль, программа хэширует пароль и записывает в etc-shadow. Но ведь у обычного пользователя нет прав редактировать etc-shadow. И процесс passvd, запущенный от имени обычного пользователя, просто не смог бы редактировать этот файл. А значит пароль не поменялся бы. Поэтому здесь стоит setuit. Когда мы запускаем программу passvd, процесс запускается не от имени нашего пользователя, а от имени владельца этого файла – рута. А вот процесс, запущенный от рута, может редактировать все что угодно. Если бы владельцем файла являлся user4, то программа запускалась бы от имени user4. Вот собственно для этого и есть setuit. Setuit, как и sudo, позволяет повысить привилегии пользователю, а значит это потенциальная брешь в безопасности. Используя программы, где стоит этот атрибут, можно попытаться стать рутом. Как я показывал это с sudo. Поэтому использовать setuit вообще нежелательно. И он используется только в крайних случаях, как например с passvd. Setuit делает примерно то же самое, но уже от имени группы этого файла. А задается setuit как и стики бит с помощью букв и чисел. u плюс s для setuit и g плюс s для setgit. Но и для цифр setuit это 4, setgit это 2. Все как в правах. Допустим, чтобы поставить setuit и setgit чмот 6770 в файл. Также у setgit есть одно особое применение. Если использовать setgit на директорию, то все файлы, создаваемые в этой директории, будут создаваться от имени группы, владеющей этой директорией. Обычно, когда вы создаете какой-то файл, владельцем файла являетесь вы, а группой ваша основная группа. Это можно увидеть в той же shared директории. У моего пользователя основная группа user, а у пользователя 4 users. Смотрите, юзер создал файл и у него группа user, потому что это его user private group, о которой мы говорили в прошлый раз. пользователь 4 не входит в группу user и не является пользователем user, а значит он для этого файла относится к others. Я не хочу, чтобы все пользователи в системе видели этот файл, поэтому меняю права на 6.6.0. Но хочу, чтобы у пользователей в группе групп 1 был доступ к этому файлу. А так как пользователь user 4 тоже в этой группе, он сможет редактировать этот файл. Но если я создам еще один файл, мне придется опять менять группу для этого файла. Учитывая, что это общая директория, она специально создана для того, чтобы тут несколько пользователей из одной группы работали с файлами. Поэтому было бы легче, если бы все новые файлы создавались с группой групп 1. И вот для этого можно использовать setGit. Как видите, для группы теперь стоит setGit. И теперь, когда я создаю новый файл, он автоматом создается с этой группой, а не моей основной группой. И также у любого пользователя, который будет создавать в этой директории файлы, эти файлы будут создаваться с группой групп 1. И мне придется постоянно менять группу файлов, чтобы все могли работать с этими файлами. Еще один момент. Как вы, возможно, заметили, все файлы, которые я создаю, имеют одни и те же стандартные права. 6.6.4. Дефолтные права на новые файлы задаются утилитой uMask. Если просто запустить uMask, можно увидеть 0.0.2. Можно еще запустить uMask-s, чтобы было понятнее. Итак, первая цифра это для StickyBit, SetUit и SetGit. Остальное для прав. Идея такая. Берем максимальное значение. Это 777 для директорий и 666 для файлов. И отнимаем те дефолтные права, которые мы хотели бы. Допустим, если мы хотим, чтобы у всех новых файлов были права 6.6.4, мы от 6.6.6 отнимаем 6.6.4. Получаем 0.0.2. Вот у нас 0.0.2 и стоит. Но и если от 7.7.7 отнять 0.0.2, получаем 7.7.5. Вы скажете, для файлов же максимальные права тоже 7.7.7. Но вот просто нельзя создавать файлы с правами Execute. Это большая угроза безопасности. Поэтому для файлов дефолтные максимальные права это 6.6.6. А в директориях без Execute мы не сможем прочесть файлы. Поэтому для директории 7.7.7. Если я хочу, чтобы файлы у меня создавались с правами 6.6.0, то я от 6.6.6 отнимаю 6.6.0. Получаю 0.0.6. Но из-за того, что для директории, если от 7.7.7 отнять 0.0.6, получится 7.7.1. А это просто лишний Execute для остальных. Поэтому лучше использовать 0.0.7. Тогда права для директории будут 7.7.0. Итак, как мне это применить? Я могу это сделать для текущей сессии. Написать Umask 0.0.7. Создать новый файл и директорию. И посмотреть. Как видите, теперь для новых файлов для остальных пользователей нет никаких прав. Если же мы хотим, чтобы этот Umask действовал для нашего пользователя всегда, мы добавляем его в bash-профайл или bash-rc. Если помните, логин-шелл у нас все равно считывает bash-rc. А вот если задействуется ном логин-шелл, то он не прочтет bash-профайл. Поэтому в некоторых случаях лучше писать в bash-rc. Ну и если мы говорим про всех пользователей, то смотрите файлы etc-profile и etc-bash-rc. Стандартные права делят пользователей на владельца, группу и остальных, что в большинстве случаев достаточно, но иногда все же нет. Что если мы хотим дать права на файл группе, кроме двух ее участников? Ради этого придется создавать отдельную группу без этих двух участников. Или, допустим, нужно дать права на три группы, а не на одну. При этом дать какому-то пользователю больше прав, какому-то меньше. Для этого можно использовать списки контроля доступа – ACL. В общем-то речь идет про две команды – getfacl и setfacl. Getfacl показывает текущие права на файл. Как видим, владельцу user и группе group1 можно читать и изменять этот файл. User4 тоже в группе group1, но я хочу запретить ему изменять этот файл. Для этого я использую утилиту setfacl. Команда говорит, что нужно модифицировать права для пользователя user4 и выставить их такими-то. Давайте еще позволим группе will иметь полный доступ на файл. После выставления ACL, ls показывает рядом с правами значок плюс, а с помощью getfacl узнаем текущие права на файл. Теперь user4 не может редактировать этот файл. Чтобы удалить дополнительные права, используем ключ b. Возможно, тему ACL я еще затрону отдельно, но вкратце этого достаточно. Ну и напоследок есть интересный пример с файлом etc.shadow. Как вы видите, у этого файла никаких прав нет, даже у его владельца, рута. Но при этом мы знаем, что при смене пароля spasvd новый пароль прописывается в этом файле. Да и если открыть этот файл с nano, то мы можем читать и изменять этот файл. Суть в том, что все позволения работы с файлами проверяет ядро операционной системы. Она проверяет, соответствует ли юит пользователя с юит владельца файла, есть ли пользователь в группе и тому подобное. И при некоторых условиях, когда файлу обращаются за логиненный root, в том числе при выполнении команды passvd, ядро просто пропускает проверку и сразу дает доступ к файлу. А вот для каких-то сервисов, которые работают от имени рута, но запущены, допустим, при включении системы, а не вручную, этот файл недоступен для чтения. А при работе root можно просто игнорировать все права на файлы. Подводя итоги, мы с вами разобрали стандартные права read-write-execute, команды chown-changegroup-chmod для смены прав и владельцев файла, атрибуты stiki-bit-set-uit-set-git, права по умолчанию umask, дополнительные права acl. Администраторы всегда что-то делают с правами. Тема хоть и простая, но может иметь много всяких нюансов, которые я мог пропустить. Поэтому, если вам что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Также, для лучшего понимания, советую почитать статью на хабре касательно прав. Ссылка в описании.